Встреча с синдромом в гастроэнтерологии 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 Встреча с синдром в гастроэнтерологии Встреча с синдром в гастроэнтерологии есть кожный зуд, но нет желтушности, мы понимаем, что, скорее всего, коллеги, речь идет о кожном зуде, напрямую не связанном с холестазом, и это очень важный момент, особенно у пациентов, направленных от дерматолога. Вот Крюкова Татьяна Ивановна задает нам вопрос. Если у пациента с заболеванием желчеводящих путей имеется хронический панкреатит с секреторной недостаточностью, причем подтвержденный лабораторно, после приема пищи учащается сердцебиение, причем чем больше нагрузка, тем выше тахикардия, вплоть до экстрасистолий, можно рассматривать это как раздражение поджелудочной железой, симпатических волокон солнечного сплетения или отдельную сердечную патологию. Так, очень интересный вопрос, конечно же. Важно уточнить, какое именно заболевание желчеводящих путей имеется у пациента. Но хронический панкреатит с секреторной недостаточностью обычно достаточно легко корректируется достаточной дозой ферментативных препаратов, и вся клиника купируется – и диарея, и вздутие, и метеоризм, и так далее. Поэтому сердцебиение, конечно же, это нетипичная картина при заболеваниях как желчеводящих путей, так и при хроническом панкреатите. Но действительно раздражение нервных волокон, в том числе и симпатического ствола, может приводить к появлению и тахикардии, и даже экстрасистолий. Но нельзя исключать и наличие рефлюксной болезни, которая может давать ту самую внепищеводную симптоматику. А зачастую у этих пациентов сочетанная патология. Поэтому будем думать и об этом варианте тоже. Поехали дальше. Когда мы видим повышение гамма-ГТ, то мы думаем либо о синдроме холестазии как неспецифической нозоологии, как предварительном диагнозе, либо уже конкретно подозреваем токсический гепатит, алкогольный или лекарственный. Если мы к этому добавляем повышение щелочной фосфатазы, это дополнительно подтверждает холестаз и наше предположение касательно повреждения печени. При этом обнаружение увеличенных цифр АСТ и АЛТ косвенно дает нам понимание того, все-таки алкогольная это болезнь печени или неалкогольная, подтверждая повышение щелочной фосфатазы и гамма-ГТ при, например, алкогольном гепатите. При этом неалкогольная жировая болезнь печени чаще не сопровождается повышением ГГТ и щелочной фосфатазы, то есть при этой нозологии как таковой холестаз отсутствует. Дальше мы можем использовать и другие показатели, например, гамма-глобулины. Пожалуй, это самый важный диагностический маркер, когда речь идет о холестазе, потому что большинство холестатических заболеваний, либо первичный билярный цирроз, либо первичный склерозирующий холонгит, либо аутоиммунные гепатиты связаны с наличием специфических антител, которые составляют фракцию гамма-глобулинов. А сыворотки мы можем измерить их количество в виде повышения гамма-глобулинов, а будем думать об аутоиммунном генезе заболевания, а далее определять специфические антитела, антинуклеарные, антимитохондриальные, антитела к гладким мышечным клеткам или антитела к микросомам печени и почек и так далее. Либо мы будем связывать повышение фракции гамма-глобулинов с вирусным генезом заболевания и исключать гепатиты АВ и С. Вот специфические антитела показаны на слайде и скрининговые антитела к гепатиту С и HBS антиген, которые будут подтверждать вирусный генез заболевания. Изменения белков, общего белка альбумина, протрамбинового индекса фибриногена будут указывать нам на значительное нарушение белково-синтетической функции печени, что скорее всего свидетельствует о наличии тяжелой патологии печени и скорее всего о циррозе. Также железо и ферритин и насыщение трансферина будут исключать в данной ситуации наличие гемохроматоза. Мы можем думать и о редких заболеваниях, например, о болезни Вильсена-Коновалова. Тогда мы измеряем уровень меди, уровень цирролоплазмина, кровь и моча и, собственно, подтверждаем окончательно этот диагноз. Хотя два последних состояния можно идентифицировать по анамнезу пациента каким-то специфическим маркером, а о наличии цирроза мы будем думать у пациентов, которые запущены. И, в принципе, мы тоже можем их идентифицировать даже исходя из внешних проявлений, например, увеличение объема живота, который пациенты чаще связывают не с асцитом, а с избыточным весом или метеоризмом, газообразованием и вздутием живота. Поэтому, возвращаясь к более конкретным причинам, наша задача выделить принципиально две категории. Абструктивные, связанные с нарушением проходимости либо внутри печеночных протоков, либо вне печеночных протоков. И неабструктивные, которые составляют, наверное, большую часть патологии, это острые хронические гепатиты различного генеза, первичный билярный цирроз, склерозирующий холонгит, токсические, лекарственные, алкогольные гепатиты и многие другие. Но абструктивные заболевания, конечно же, проще идентифицируются методами визуализации, тем же самым ультразвуком или компьютерной томографией, МРТ и так далее. Поэтому в плане дифференциального диагноза наш перечень нозеологии будет достаточно большой. И, наверное, самая частая патология – это все-таки нарушения моторные, которые также могут приводить к холестазу, нарушения сократимости протоков, банальная билярная дисфункция, которая может повышать показатели, в том числе и ГГТ, и щелочной фосфатазы, и даже амилазу слепазы, коллеги. Это желчнокаменная болезнь, полипоз желчного пузыря, специфические заболевания билярный цирроз, склерозирующий холонгит и многие другие состояния, в том числе токсические поражения печени, которые представляют особенный камень преткновения на пути дифференциального диагноза. Мы разделяем их по разным критериям по длительности, например, острые или хронические. Это зависит от того, есть ли у нас история наблюдения пациента и достаточно ли у нас данных лабораторных обследований, чтобы говорить о стаже заболевания. По механизму мы типичным вариантом сравниваем АЛТ и щелочную фосфатазу, определяем расчетный индекс, который и будет подсказывать нам, какой тип повреждений – гепатоцеллюлярный или все-таки в большей степени холестатический. Если же значение будет нечеткое и будет находиться в интервале от 2 до 5, когда мы разделим уровень АЛТ на уровень щелочной фосфатазы, мы будем иметь в виду смешанный тип повреждения и использовать как минимум два компонента для терапии. По этиологическому типу не всегда мы можем уточнить, какой вид реакции, это зависит от того, изучен ли лекарственные взаимодействия для данного препарата или нет. Поэтому в разговоре о токсическом повреждении, конечно же, на первое место выходят данные анамнеза. Ибо если пациент не скажет нам о своей патологии, по поводу которой он принимает какую-то базисную терапию, или о своих намерениях почистить печень и кишечник, какими средствами он это проводил, то, конечно, мы будем вслепую ориентироваться и только видя холестаз предполагать токсическое повреждение. Поэтому, определяя соотношение АЛТ и щелочной фосфатазы, мы понимаем, что это повреждение печёночных клеток при преобладании АЛТ, либо это преобладает холестаз и затруднение желчевыделения в протоке, либо при примерно одинаковых значениях, имеется в виду кратных нормам. Мы можем говорить о смешанном повреждении и гепатоцеллюлярном, и, собственно, токсическом. Западные наши коллеги используют различные опросники и анкеты, когда пациенты заполняют эти анкеты, набирают определённое количество баллов, и можно посчитать количество этих баллов и говорить о том или ином типе повреждения. Но все критерии, которые нашли отражение в этой анкете, в основном связаны с временем начала приёма препаратов, окончания приёма препаратов и влияния на АЛТ и щелочную фосфатазу. Какая тактика ведения полипов желчного пузыря? Я думаю, чуть позже мы об этом поговорим с вами, коллеги, но сегодня. Какой прогноз у больного со стриктурой после операционной терминального отдела холедоха? В настоящее время билирубин, ГГТ, щелочная фосфатаза в норме. Если не будет новых провоцирующих факторов, таких как погрешность в питании, таких как приём гепатотоксичных медикаментов, таких как сильный воспалительный процесс в области 12-перстной кишки и сфинктера Одди, то в принципе прогноз благоприятный. При развитии различного рода осложнений мы можем использовать стантирование холедоха, что очень часто даёт положительный результат, длительный. Но о возможности лечения полипов желчного пузыря, холестероза желчного пузыря мы, скажем, наверное, в самом конце нашей сегодняшней встречи, используя западный и отечественный подход, мы сравним их, коллеги. Возможно ли достоверно по УЗИ дифференцировать полип и холестероз желчного пузыря или необходимо подтвердить МРТ? Я думаю, что здесь мы сейчас с вами посмотрим несколько изображений, и я думаю, что нам станет ясно. В принципе, возможно. И УЗИ даёт нам достоверную информацию на этот счёт. Другое дело, дифференцировать истинный полип отложного скорее более проблематично, чем отличить их от холестероза. На последней гастронеделе, сообщает нам гость номер 23, было озвучено, что диагноз ПБЦ пересмотрен и рекомендовано первичный аутоиммунный холонгит. Будет ли это отражено в новом пересмотре МКБ? Скорее всего, да. Путаница заключалась в том, что само слово «цироз» в формулировке диагноза, коллеги, всегда настраивало и многих пациентов, практически всех, и врачей на то, что это терминальное состояние. Хотя на ранних стадиях цирроза ещё нет, но мы вынуждены, исходя из указанной нам формулировки, выносить такой диагноз. И пациент начинает думать, что у него цирроз, хотя на самом деле состояние печени ещё не дошло до этой стадии. С чем связано, что… Ну вот я думаю, что я ответил на этот вопрос, поэтому мы двигаемся дальше, коллеги. Касательно механизмов гепатотоксичности, известно, что есть прямая гепатотоксичность, которая чаще всего зависит от дозы, которая чаще всего предсказуема, которая чаще всего имеет короткий латентный период, когда ещё не повышаются показатели АСТ, АЛТ и щелочная фосфатаза. Это показано на слайде. И вот от этих прямых гепатотоксичных реакций бывает очень высокая смертность, в том числе из-за развития фульминантной печёночной недостаточности. И чаще всего это самые активно используемые пациентами препараты. Аспирин и нестероидные противовоспалительные, вы знаете все эти препараты. И здесь действительно существует зависимость от дозы. И мы обычно связываем это с воздействием на слизистую оболочку желудка, но в редких ситуациях кишечника. И не всегда обращаем внимание на повышение трансаминаз, например, у полиморбидного больного, который принимает аспирин. Хотя, возможно, повышение трансаминаз связано не с жировой болезнью печени, коллеги, а именно с приёмом нестероидного противовоспалительного. Есть также и идиосинкразия, то есть те реакции, которые не всегда предсказуемы. И реакции возникают по типу гиперчувствительности, в основном связаны с антибиотиками. И чаще всего появляются через 1-5 недель. По механизму они являются иммунными. Чаще они сопровождаются каким-то зудом, болями в суставах и другой, внепечёночной симптоматикой. А другие препараты, например, амидарон, который мы часто используем в кардиологии, и противогрибковые препараты связаны с метаболической гепатотоксичностью и могут развиваться через период в течение недели до месяца от начала приёма препарата. И они не всегда предсказуемы. Что гиперчувствительность, что метаболическая гепатотоксичность. Поэтому, возвращаясь, очень интересный вопрос касательно синдрома Роттера. Но я думаю, мы чуть-чуть позже, когда дойдём до синдрома Жильбера, коснёмся и этого вопроса. Мы должны помнить о том, что наша принципиальная задача, кроме отличия абтурационных состояний от паренхематозных методами визуализации ультразвук, КТ, МРТ, может быть, эндоскопическое УЗИ, ещё и разделение диффузных изменений печени, связанных с поражением всей её структуры. Это алкогольный гепатит, лекарственный гепатит, холестаз вследствие вирусной инфекции, аутоиммунные и другие поражения от очаговых изменений, которые, к сожалению, нечётко дифференцируются ультразвуком. И вот здесь как раз мы обязательно должны проводить контрастное исследование, либо компьютерную томографию с контрастированием, либо МРТ с контрастированием, чтобы отличить доброкачественные опухоли, например, кисты печени, цистоденомы, аденомы, фолликулярную надулярную гиперплазию, просто аденомы печени, ну и, конечно, первичный рак печени и метастазы в печени. Самый проблематичный для диагностики саркоидоз и амилоидоз, когда мы видим очаг какой-то в ткани печени, должны взять из него биопсию. С биопсией есть определённые сложности, а мы иногда побаиваемся этой процедуры. Ну и паразитарные инвазии, в основном эхинокок, который образует сложные кисты в печени, но эта инфекция имеет определённые географические очаги, поэтому в разных регионах мира её встречаемость достаточно различается. И для коррекции холестаза мы используем морсодзоксихолевую кислоту. Это традиционный наш препарат, который имеет разные точки приложения, в том числе действия и на желчные кислоты, и на стимулирование желчной секреции, и на детоксификацию. Поэтому является своего рода стандартом лечения большинства паренхематозных поражений печени токсического генеза. Но в целом, в зависимости от состояния, от уровня трансаминаз, мы можем выделить низкий уровень цитолиза и холестаза до 5 норм, и скорее всего в этой ситуации мы ограничимся урсодзоксихолевой кислотой каким-то коротким курсом с контролем последующим лабораторным. Поэтому, если же у нас пациент приходит с более высоким уровнем цитолиза и холестаза, тогда, скорее всего, нам не хватит в чистом виде урсодзоксихолевой кислоты, мы добавим адамитианин, будет иметь смысл начать с внутривенного курса терапии с переходом на таблетированные формы. Если же мы видим пациента с еще более высоким уровнем трансаминаз, тогда мы будем думать о признаках, говорящих о степени тяжести, об уровне иммуноглобулина, о кожном зуде и других симптомах. И тогда, понимая и подтвердив отсутствие инфекции, мы можем начать уже терапию с глюкокортикостероидов с постепенным снижением дозировки, не отменяя при этом, подчеркиваю, не отменяя при этом адамитианин и урсодзоксихолевую кислоту, и будем лечить все эти состояния тройной терапии, скажем так. Еще один гость спрашивает, у пациентки выявлены три гемангиомы печени диаметром до 2 см. Есть ли необходимость выполнять УЗИ и КТ в динамике? Значит, если мы выявили, коллеги, гемангиомы печени диаметром до 2 см, первое, что мы должны понимать, это впервые выявленные образования. Любое впервые выявленное образование подлежит более детальной диагностике, потому что ультразвук не всегда может четко дифференцировать образование. Поэтому, впервые выявленным образованием гарантированно нужно визуализацию с контрастом. А вот после того, когда мы подтвердили и определили распределение контраста по фазам контрастирования, сопоставили эти данные и понимаем более детально и гарантированно точно, какой из видов образования печени мы имеем, тогда мы делаем уже контрольные ультразвуковые исследования, либо раз в полгода, либо раз в год и так далее. Но гемангиомы до 2 см мы типично наблюдаем. Большой размер гемангиом подлежит хирургическому лечению, здесь уже в зависимости от локализации, издавления окружающих тканей и так далее. Как часто вызывают статины поражения печени и какого характера? По западной статистике достаточно часто. Российская статистика, к сожалению, более скудна в этом отношении. Поэтому мы вынуждены ориентироваться на западную статистику. И здесь, коллеги, бывают разные виды повреждений печени на фоне статинов, но чаще всего они происходят по типу синдрома цитолиза с повышением АЛТ и АСТ. И здесь, понимая, что у пациента повышенный холестерин, по поводу которого он принимает уже статины, нам сложно дифференцировать жировую болезнь от токсического повреждения печени. И здесь мы можем использовать недифференцированную терапию урсодзоксихолевой кислотой, поскольку она эффективна и при жировом повреждении, и при токсическом холестатическом. Синдром Жильбера, конечно же, синдром Жильбера часто вызывает повышение билирубина. Причем изолированное повышение и доброкачественное. То есть мы не ожидаем от высокого уровня билирубина при подтвержденном синдроме Жильбера какого-то влияния на прогноз у данного пациента. И есть несколько проб, которые используются с голоданием. Эта проба повышает уровень билирубина. Проба с фенобарбиталом снижает уровень билирубина. И фенобарбитал, исходя из указанной дозировки 3 мг на килограмм в сутки, используется для снижения уровня билирубина при синдроме Жильбера уже с лечебной целью при превышении комфортного уровня для пациента, когда появляется либо кожный зуд, либо появляется желтуха. Никотиновая кислота также повышает уровень билирубина при синдроме Жильбера. Но окончательным и достоверным подтверждением является идентификация непосредственно мутации промоторной ему области гена УГТ1А1. Мы можем лабораторным исследованием подтвердить эту мутацию и в принципе более спокойно относиться к этому пациенту. Однако каждый период повышения уровня билирубина будет вызывать у нас настороженность, поскольку это может быть как вследствие синдрома Жильбера, так и вследствие появления нового заболевания у данного пациента. Достоверно мы знаем, что голодание, физическая нагрузка и некоторые гепатотоксичные медикаменты, а также высокий уровень стресса могут повышать уровень билирубина у пациентов с синдромом Жильбера. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с этим нарушением, но, к сожалению, детальная диагностика не разработана, коллеги. Другие наследственные синдромы связаны с значительным превышением уровня билирубина. Роттера, Дубина, Джонсона и так далее. Все эти синдромы чаще всего выявляются у новорожденных или в раннем детском возрасте. Поэтому в нашей общетерапевтической практике действительно мы видим эти синдромы очень редко. Их распространенность несравнимо меньше, чем синдром Жильбера, который встречается примерно у 10-12% пациентов, обращающихся к врачам. Синдром цитолиза – это повышение АСТ и ЛТ, действительно. Волкова Инна Александровна говорит, что спрашивает нас, преднизолон от 50 мг в сутки со снижением на 5 мг каждую неделю. То есть 50 мг – это стартовая доза, а дальше мы снижаем, отнимаем от этой дозы 5 мг еженедельно, а до, соответственно, нормализации уровня атрансаминаза. Канаухова Марина Павловна спрашивает, можно одновременно назначить статин с ушедозоксихолевой кислотой, чтобы снизить показатели АСТ и АЛТ? Да, действительно, такой подход используется, и большое исследование, которое проводилось у нас в стране, подтвердило целесообразность применения этого подхода. Эти результаты были даже озвучены на европейской гастронетеле и вызвали общественный интерес среди гастронетерологического мира. Поэтому дальше этот подход будет масштабироваться, изучаться и всё больше внедряться в практику. Потому что нам даже не важно понимание причин в данной ситуации. То ли урсодоксихолевая кислота, восстанавливая состояние печени, улучшает уровень холестерина, то ли это препятствует токсическому повреждению печени, которое снижает уровень атрансаминаза, то ли это потенциирование эффекта двумя препаратами друг друга. Но практическая эффективность от этого подхода однозначно есть, поэтому мы, конечно, будем его использовать. В доступной литературе немного данных об использовании УЗИ с контрастом. Значим ли он в диагностике поражения печени? Я думаю, что здесь есть техническая сложность регистрации данного метода в России, коллеги. На Западе его используют более активно, но практической целесообразности, на мой взгляд, особенной нет. Потому что в любом случае для достоверного подтверждения нам нужна детальная визуализация КТ или МРТ с контрастированием. УЗИ может использоваться с контрастированием только в отсутствии доступного КТ и МРТ. Я думаю, что лучше пациента все-таки отправить на достоверный метод обследования, чем делать просто УЗИ, затем УЗИ с контрастированием, а затем отправлять все равно в итоге на финальное слово КТ или МРТ с контрастом. Ну вот, пожалуйста, несколько снимков, которые вас так интересовали. Бильярдный сладж – крайне высокораспространенное заболевание. Практически каждый второй имеет подобные проблемы. На УЗИ мы можем видеть то, что показано стрелочкой на снимке, как раз пример одного из бильярдного сладжа. Однако здесь важна дифференцировка от выраженного метеоризма и газообразования в кишечнике, которое может давать фоновое наложение изображения на УЗИ. И тогда мы будем видеть и диффузные изменения печени, и диффузные изменения поджелудочной железы, и может быть даже бильярдный сладж. Поэтому если пациент плохо подготовлен к УЗИ, либо у него есть воспалительный процесс в кишечнике, или избыточный бактериальный рост, или просто выраженный метеоризм, тогда, конечно же, на эти данные не стоит 100% достоверно опираться. Но если мы понимаем, что метеоризма нет, состояние кишечника удовлетворительное, то, конечно, видя на УЗИ подобную картинку, мы будем думать о бильярдном сладже. Но цели лечения здесь достаточно ясны, и нам надо растворить эту взвесь, восстановить моторику, используя спазмолитики и прокинетики. Если есть избыточный бактериальный рост, и, например, мы видим на эндоскопическом обследовании тот самый специфический налет по типу манной крупы в области 12-перстной кишки, мы говорим о дооденальной гипертензии, о избыточном бактериальном росте, и должны использовать пробиотики либо антибиотики для коррекции этого состояния, чтобы снизить давление в 12-перстной кишке, тогда пассаж желчи будет восстановлен. Ну и эндоскопическая хирургия на сегодняшний день рассматривается в том числе как метод лечения бильярдного сладжа, коллеги. Обращаю ваше внимание, об этом мы в конце немножечко скажем. Насколько дней назначает сурсодоксихолевая кислота при приеме статинов? До нормализации показателей печени. Конечно же, коллеги, до нормализации показателей печени. То есть в зависимости от степени цитолиза, показателей АЛТ, АСТ, либо холестаза, ГГТ, щелочной фосфатазы, мы выбираем стартовую длительность терапии 4 недели, может быть 8 недель, и назначаем последующее контрольное обследование анализ крови биохимический. Пациент принимает гепатопротективную дозировку, то есть 250 мг в 3 раза. Не ту общую дозу однократно вечером, которая используется будет для лечения именно бильярдного сладжа, а трехкратный прием по 250 мг до контрольного обследования. Получаем результаты трансаминаз, видим необходимость дальнейшего продолжения лечения до нормализации, либо можем прекращать курс терапии, использовать профилактическое лечение в дальнейшем, или не использовать его. У женщин при назначении оральных контрацептивов тоже рекомендуют прием урсодзоксихолевой кислоты курсами. Но здесь, коллеги, должен быть здравый смысл. Если мы не видим у данного пациента признаков цитолиза или холестаза, тогда у нас нет такой необходимости. Потому что нет точки действия, точки приложения препарата при нормальных уровнях трансаминаз. Если же мы видим у пациентки с оральными контрацептивами бильярдный сладж, тогда мы будем назначать одну дозу урсодзоксихолевой кислоты, общую в один прием вечером. Тогда это будет обосновано для растворения бильярдного сладжа. Но если пациентка принимает оральные контрацептивы и у нее есть образование печени, например, аденома или фолликулярно-адулярная гиперплазия, тогда, конечно же, необходима отмена оральных контрацептивов. Как расценивать лабораторные данные у пациентки 54-х лет без жалоб с нормальными УЗИ печени и желчного пузыря с повышением АЛТ и АСТ на 10-30% и нормальным билирубином с периодическим повышением щелочной фосфатазы до 50%. Я думаю, это надо расценивать как синдром все-таки холестаза, поскольку ключевое значение будет иметь щелочная фосфатаза. Повышение АЛТ и АСТ на 10-30% может быть клинически незначимым. Если есть избыточный вес или высокий холестерин, мы можем думать и о жировой болезни печени. Но вот повышение щелочной фосфатазы скорее всего говорит нам либо о лекарственной токсичности, либо о злоупотреблении алкоголем, что часто пациенты могут скрывать, а женщина 54-х лет – это группа риска по злоупотреблению алкоголем, либо о наличии какого-то конкремента в желчном пузыре. Так, наверное, мы попробуем сейчас дойти до полипов. В общем-то, все эти изменения, которые мы имеем и в печени, и в желудке, и в кишечнике, и в сердечно-сосудистой системе, носят характер континуума. Начинается все с безобидной дискинезии желчеводящих путей, то есть нарушения моторики, тонуса и нормальной сократимости. Это, как следствие, приводит к нарушению оттока желчи, повышается давление в желчном пузыре, образуется билярный сладж, и вот здесь начинает появляться клиническая картина. И мы раздваиваемся, либо это все уходит в холецистит и холестероз желчного пузыря, либо в желчнокаменную болезнь. Вот эта точка пересечения билярный сладж с взглядом на перспективу, на будущее, наверное, самая значимая. Поэтому с практической точки зрения я бы уделил этому большее внимание, коллеги, чем лечению конечных стадий. При назначении статинов по поводу гиперлепидемии есть ли предпочтение в выборе статинов? Розового статина и аторвостатин, в том числе фоновой жировой болезни печени. Я думаю, что вы сейчас назвали два, пожалуй, самых лучших препарата. Аторвостатин и розового статин. Мы можем использовать любой, коллеги. Но если цифры холестерина высокие, я бы предпочел розового статин. Если цифры холестерина не очень высокие, мы можем ограничиться низкими дозировками аторвостатина. Крюкова Татьяна Ивановна спрашивает. Не совсем понятный для меня вопрос. При билярном сладже урсодоксихолевая кислота на ночь и по весу. Да, однозначно именно так. Если мы говорим о билярном сладже, наша задача изменить состав желчи, чтобы растворить содержимое. И для этого нам нужна удобная дозировка, исходя из веса пациента, в один прием вечером, что совпадает с суточным ритмом обмена холестерина и оказывает больший эффект. Ну вот здесь мы видим нормальный желчный пузырь. На снимке с небольшим метеоризмом и газообразованием кажется, что стенка его размыта, коллеги. Обратите внимание. И здесь наша задача определять ее толщину и идентифицировать воспалительные изменения, когда стенка утолщается до 3, скорее даже до 4 мм. Меньшие цифры не стоит рассматривать за счет погрешности самого метода измерения. И видим конкремент, который дает нам типичную тень. Видите, под камнем мы видим черную область. Это тень от камня, что подтверждает его консистенцию и, собственно, то, что это камень. Если на фоне приема урсодезоксихолевой кислоты отмечается обострение панкреатита, болевой синдром, урсодезоксихолевую кислоту необходимо отменить, уменьшить дозу или назначить спазмолитик. Это, пожалуй, самый важный за сегодня вопрос, коллеги. Если на фоне урсодезоксихолевой кислоты отмечается ухудшение самочувствия, давайте остановимся на этом. Потенциально это может быть связано первое. Ну, действительно, с обострением панкреатита. Это может быть связано с нарушением оттока, спазмом сфинктера Одди и повышением давления внутри желчеводящих путей. Тогда нам нужен спазмолитик. И это может быть связано с ухудшением состояния кишечника при наличии избыточного бактериального роста или воспалительного заболевания кишечника. Тогда это связано с большими дозами урсодезоксихолевой кислоты, и нам надо снизить дозу или провести обследование кишки все-таки. Или провести обследование кишки. Но в любом случае, то, что связано с протоками и повышением давления в желчном пузыре, однозначно должно купироваться с спазмолитиками. Если мы эффекта от этого не видим, мы будем думать об избыточном бактериальном росте или воспалительном заболевании кишечника, назначим пациенту к программам скрытую кровь и фекальный кальпротектин, чтобы исключить эту патологию. Но стоит ли растворять камни и надо ли это делать, зависит, конечно же, от состава. К счастью, большинство камней холестериновые. Они локализованы в желчном пузыре. В 80-90% случаев мы не видим эти камни никогда на рентгене. А пигментные камни, например, из кальция, билирубина или других веществ, чаще бывают локализуются в протоках. Чаще всего именно они вызывают проблемы, и именно в отношении их неэффективны препараты урсодоксихолевой кислоты. Но эти камни мы можем увидеть на рентгене, коллеги. Поэтому холестериновые камни, вот они, желтенькие, небольшого размера, в большом количестве, а это камни пигментные. Они выглядят действительно абсолютно по-другому. На обоих картинках их достаточно много. И, к сожалению, у большинства пациентов течение желчнокаменной болезни длительное, бессимптомное. У некоторых развивается холецистит. Но у большинства, к сожалению, нет. А может быть, к счастью. Потому что холецистит является поводом для обследования, а многие пациенты просто носят эти камни, не подозревая о том, что у них есть бомба замедленного действия. А вот и холецистит. Вот это действительное утолщение стенки желчного пузыря, которое мы видим, показанное стрелочками, с цифрой 1 на данном слайде. Действительно, стенка толстая. Действительно, стенка имеет нечеткие границы. Здесь мы говорим о воспалительном процессе. Здесь мы назначаем мурсодоксихолевую кислоту, назначаем спазмолитики. Можем назначить противовоспалительные или антибиотики. Тот же самый цифрофлоксоцин или метронидозол для коррекции воспалительного процесса при повышении уровня лейкоцитов. Так, ГГТ – это внутрипечёночный холестаз. ГГТ может быть повышено и при внутрипечёночном холестазе, но основной показатель – это всё-таки билирубин. Именно сравнивая прямой и общий билирубин, мы понимаем картинку, какой это холестаз – внутрипечёночный или внепечёночный. При аутоиммунном гепатите после нормализации показателей цитолиза и ГГТП как долго принимать стероиды при низолон? Мы постепенно снижаем дозировку, коллеги. Постепенно снижаем дозировку и контролируем на каждом шаге снижения уровень трансаминаз. И мы останавливаемся на той дозе, когда трансаминазы начинают повышаться. Если нам удастся полностью избежать аглюкокортикостероидов – прекрасно. Если не удастся, тогда мы оставляем пациента на базисной поддерживающей терапии, снизив дозу до предельно допустимой. Когда начали повышаться, мы делаем один шаг назад и на этой дозе оставляем пациента на длительный период времени, а дальше можем уже через длительный период времени, через месяц, два или три, пытаться опять экспериментировать со снижением дозы, контролируя уровень трансаминаз. Можно ли при наличии желчнокаменной болезни назначать урсодоксихолевую кислоту? Можно, коллеги. И это используется в той ситуации, если мы видим холестериновые камни для предотвращения роста этих камней или для растворения. Но это зависит от размера конкремента и как долго при белиарном сладже принимать урсодоксихолевую кислоту? Длительно, длительно. Сейчас мы до этого дойдем. Вот, пожалуйста, вопрос по поводу камней. Сейчас мы его тоже коснемся. И при впервые выявленной желчнокаменной болезни на УЗИ обязательно проведение рентгенографии желчного пузыря перед началом назначения урсодоксихолевой кислоты? Однозначно да, коллеги. Однозначно нужно делать рентген. Если у нас есть сочетанное очаговое образование печени, мы можем сделать компьютерную томографию. Это альтернативная методика, которая даст нам разъяснение по поводу образования и даст нам разъяснение по поводу конкремента. Ну вот, пожалуйста, один из снимков. Здесь мы видим некоторое образование желчного пузыря, полип и конкремент. За полипом мы не видим дорожку, а за конкрементом действительно мы видим тень. Под псевдополипами могут скрываться холестериновые полипы, аденоматозная гиперплазия, воспалительная гиперплазия, которая исчезает после противовоспалительной терапии, папиллярной гиперплазии. Ну и холестериновые полипы могут растворяться урсодоксихолевой кислотой. А вот истинные полипы, аденома, страшное слово аденокарцинома, карциноид, к сожалению, сложны в дифференцировке. К сожалению, на них не влияет урсодоксихолевая кислота. Но здесь у нас есть только один путь – эмпирическая терапия. Если мы видим в результате трехмесячного лечения одномоментной дозой вечерней урсодоксихолевой кислоты положительную динамику, мы говорим о том, что это псевдополипы, и продолжаем терапию. Если же мы не видим динамики, тогда наша задача – мониторировать размер истинных полипов и дальше уже контролировать эту пациентку. Показаниями для перорального литолиза, то есть растворения камней урсодоксихолевой кислотой, является первое их состав. Если это холестериновые камни, мы можем действительно пытаться их растворять при диаметре конкрементов менее 10 мм. Тогда мы можем рассчитывать на то, что через полгода постоянного приема будет какая-то положительная динамика с этими камнями. Не моментальная, коллеги, к сожалению, не моментальная. При этом мы должны быть уверены в нормальной моторике желчного пузыря и проходимости протоков. Если же мы видим рентгеноконтрастные камни, то есть состоящие не из холестерина, тогда, конечно, прогноз растворения неблагоприятный, и тогда мы будем думать о хирургическом лечении. Если мы видим множество камней или диаметр их больше 10 мм, больше 1 см, тогда, скорее всего, тоже прогноз будет неблагоприятный, и мы будем рассматривать этого пациента как кандидата на удаление желчного пузыря. Если мы видим при этом дисфункцию или нарушение проходимости, или тотально заполненный камнями желчный пузырь, тогда мы тоже будем думать о хирургическом лечении. А также при неэффективности пероральной терапии в течение 6 месяцев. Поэтому ваш вопрос касательно размера, ну, конечно, это менее 10 мм, и, конечно, это после рентгена, когда мы увидели, что это рентген-негативные камни. Так, ну вот они, рентген-позитивные камни, которые мы не будем растворять у пациента. Причем, если вы обратите внимание, камни эти сложного строения, в середине их ядро, оно явно рентгеноконтрастное. Дальше мы видим некоторую прослойку, прозрачную рентген-негативную, скорее всего, из холестерина, и обратно обрастание конкремента каким-то ободком, может быть, кальцинат, может быть, отложение пигментов и так далее. У пациентки с аутоиммунным гепатитом плюс циррозом печени и тромбоцитами ниже 50 в пожилом возрасте при сопутствующем сахарном диабете со стажем 6 лет тактика ведения. Первое, что нам важно понимать, это какой вид тип цирроза. А, В или С по Child P. Если мы видим тип А, ну, еще прогноз более-менее благоприятный. Если В или С, то это исключительно поддерживающая терапия, симптоматическая коррекция, удаление асцитической жидкости, снижение портальной гипертензии, профилактика энцехлопатии и спонтанного бактериального перитонита антибиотиками, и ожидание трансплантации, с которой, коллеги, к сожалению, у нас есть на сегодняшний день некоторые сложности. Если же это цирроз печени начальных каких-то стадий, то, в принципе, прогноз все равно плохой. Прогноз все равно плохой у такого пациента. Мы можем назначать иммуносупрессию, но с такими тромбоцитами будут начинаться сложности. То есть, наверное, смотря на этого пациента, мы понимаем, что основной критерий это продолжительность жизни и выживаемость в течение 5 лет. И радикальным образом изменить ситуацию мы не сможем. Печально, но факт, коллеги. Пациентка принимает тушензоксихолевую кислоту 250 мг в течение одного года. При отмене возникает тяжесть и боли в правом подреберье. Надо ли его периодически отменять или можно принимать постоянно? Можно принимать длительно. Были исследования, которые говорят о безопасности длительного приема орсензоксихолевой кислоты. Но здесь, скорее всего, речь идет о нарушении функционирования протоков или неправильном балансе при растворении. Потому что, когда мы говорим о растворении камней или сладжа в пузыре, то это всегда весы, коллеги. Всегда это весы. И если мы снимаем с одной чаши весов растворительную кислоту, тогда мы понимаем, что ситуация ухудшается. Тогда нам надо попытаться облегчить вторую чашу весов. Я думаю, в ближайшем слайде это будет отражено. Есть международные рекомендации программы EUR-ICTERUS, которая говорит нам, мы можем посчитать баллы у пациента, и чем больше плюсиков он наберет, тем больше показаний к хирургическому лечению. Вы можете ознакомиться с этим слайдом, он есть у меня в книге, он доступен в интернете. Вы можете просмотреть этот слайд в записи и обратить внимание, что нам интуитивно понятна эта система. Чем больше симптоматика, тем сложнее ситуация, тем больше показаний для проведения хирургического лечения. Ну а урсодезоксихолевая кислота, конечно же, за счет энтерогепатической циркуляции желчных кислот, приводит к тому, что после начала терапии, через какой-то период времени, в данном исследовании, например, через 2 месяца, больше половины пула желчных кислот было заменено на урсодезоксихолевую кислоту. За счет этого, собственно, и возникает тот эффект. Образование камней замедляется, и происходит растворение. Но если у пациента продолжает сохраняться высокий холестерин, если он постоянно переедает, то это усиливает и утяжеляет чашу весов, которая ответственна за образование камней. А сила растворения у нас, к сожалению, фиксирована, коллеги. Мы не можем передозировать урсодезоксихолевую кислоту. И здесь, к сожалению, если пациент выбирает такой путь, он не может ограничить факторы питания или факторы медикаментозной терапии. Но, к сожалению, он идет по пути нарастания размера камней и по пути к холецистектомии. Какой самый эффективный препарат урсодезоксихолевой кислоты? Из моего опыта не смогу на этот вопрос коллеги ответить, потому что у нас некоммерческие проекты, и я не буду называть торговые названия препаратов. Но я вам скажу одно, что я предпочитаю оригинальные препараты. Оригинального препарата урсодезоксихолевой кислоты в России, к сожалению, нет и никогда не было. Есть только два референсных препарата, которые обладают наилучшим качеством, и я в основном использую их. Чем отличается холестероз от конкремента? Холестероз – это утолщение стенки желчного пузыря за счет отложения в ней холестерина. Желчный пузырь становится похожим на фарфоровый. Это надо дифференцировать с холециститом скорее, чем с конкрементами, когда мы видим кусок содержимого внутри желчного пузыря. Показана ли урсодезоксихолевая кислота при циррозе в стадии С? Нет. Только цирроз в стадии А, потому что при циррозе в стадии В и С уже нет точки приложения этого препарата. Там и так огромное количество желчных кислот, и нам усугублять эту ситуацию урсодезоксихолевой кислоты нежелательно. Поэтому холециститомия иногда является средством выбора. В Штатах проводится 700 тысяч операций в год. Проводится либо полостная, либо лапароскопическая холециститомия. Но осложнения бывают. Постхолециститомический синдром – самая частая ситуация, и дисфункция сфинктера ОДИ. На ней, к сожалению, не смогу сегодня подробно остановиться. Может быть, на следующем нашем мероприятии я скажу про нее подробнее. Но за счет обратной регуляции связи сфинктера ОДИ с желчным пузырем, а его нет при постхолециститомическом синдроме, возникает неправильная его моторика, которую мы должны корректировать либо спазмолитиками, либо прокинетиками, а корректировать, опять же, нарушение микрофлоры и додональную гипертензию. Коллеги, на что мы делаем акценты по рекурации больного с сужением холедоха в интрапанкреатической части до 1,5 мм на протяжении 5 мм после его слияния с версунговым протоком до места впадения в 12-перстную кишку? Прекрасный вопрос. Мы делаем акцент на МРТ или компьютерной томографии и эндоскопическом ультразвуке, который покажет нам наличие или отсутствие образований поджелудочной железы, которые крайне сложны в диагностике. И даже такие методы, как компьютерная томография высокого разрешения, иногда пропускают эти образования, поэтому первое, о чем надо думать, это об образовании. Ну и второе, это уже поствоспалительное сужение или поствязвенные рубцы, которые достаточно безопасны. Здесь мы можем рекомендовать стентирование протоков и отправить к эндоскопистам. Каким препаратам предпочтительно купировать зуд при синдроме холестаза, имея в виду трудности назначения холестерамина? Конечно, его в России нет, многие привозят его с Украины, но зуд мы можем купировать антидепрессантами. Они снижают чувствительность рецепторов зуда. Мы можем купировать основной патогенетической терапией за счет нормализации состояния заболевания. Да вот, пожалуй, два варианта, которые у нас есть, больше-то и нет. Можем купировать адометянином, который влияет на зуд действительно хорошо, плюс имеет антидепрессивный эффект и убивает сразу двух зайцев в терапии кожного зуда при синдроме холестаза. Либо мы можем использовать инфузионную терапию для уменьшения концентрации, именно концентрации желчных кислот. Так, с вашего разрешения вопрос, не относящийся к теме, я оставлю ввиду дефицита нашего времени. В течение какого периода развивается постхолецистектомический синдром? Обычно он развивается либо сразу, либо отсрочно, через полгода, 6-12 месяцев после проведения холецистектомии, либо после провокации, либо после провокации жирной, жареной, острой, копченой пищей, либо после перенесенной пищевой инфекции или кишечной инфекции. Ну и бильярная дисфункция, конечно же, это классика, конечно же, это классика, связанная со сфинктером Одди, который является королем балла и который предотвращает бильярные рефлюксы, бильярный панкреатит, который регулирует отток желчи и моторику, и который должен синхронно работать с желчным пузырем, и этого не происходит при постхолецистоктомическом синдроме. По римским критериям обязательно при бильярной дисфункции должна быть бильярная боль, которую мы можем отличить по клинической картине, и мы обязательно должны подтвердить отсутствие конкрементов или другой структурной патологии как минимум на УЗИ, как максимум на КТ и МРТ. И дополнительные критерии низкая фракция сокращения желчного пузыря. Это обследование имеет определенные сложности, связанные со стандартизацией, потому что есть разные методики яичные желтки, сметана, сорбитол и так далее, и нет критериев. Поэтому западная медицина и римские критерии сомнительно относятся к этому методу, в России он шикарно используется. И обращу ваше внимание на следующее. Отсутствие отклонений в анализах до двух норм. То есть при незначительном повышении трансаминаз, билирубина или даже амилазы или пазы мы можем говорить о функциональном нарушении билиарной дисфункции при отсутствии конкрементов или другой структурной патологии, подтвержденной на КТ и МРТ. Как лечить холестероз? Коллеги, если это отложение холестерина в стенке желчного пузыря, мы назначаем мурсодезоксихолевую кислоту, за счет изменения состава желчи часть холестерина и стенки возможно будет выведена. Но если после трехмесячного лечения нет эффекта, тогда наша основная задача мониторировать просто уровень холестерина и контролировать УЗИ в динамике. В течение какого времени обычно развивается постхолестериномический синдром? Мне кажется, я ответил на этот вопрос. Каковы преобладающие причины циталитического синдрома у беременных, каков прогноз и как корректировать? У нас, я думаю, что будет занятие отдельное, посвященное синдрому цитолиза. Я надеюсь, что там у нас будет больше времени, чтобы ответить на синдром цитолиза у беременных. Но чаще всего это связано с изменением уровня эстрогенов на фоне беременности. И этого мы коснемся отдельно, особенно опасаясь острых ситуаций у беременных, связанных с повышением трансаминаз. Билярная боль, исходя из определений римских критериев последнего пересмотра, может локализовываться и в эпигастрии, коллеги, я специально подчеркиваю этот момент. Она возникает и в правом верхнем квадрате живота. Обычно она недлительная, может возникать не с регулярной периодичностью или бессистемно. В отличие от боли холецистита, например, которая чаще всего возникает стабильно и нарастает, а функциональная боль нарастает только до определенной степени интенсивности и на ней застывает и останавливается. Эта билярная боль не связана с дефекацией, временем суток, подавлением секреции поджелудочной железы, но в отличие от всех остальных функциональных нарушений, может быть связана с тошнотой или рвотой и может будить пациента по ночам. В противоположность действительно всем функциональным нарушениям, которые не будят пациентов по ночам. Скажите, есть смысл назначать при билярном рефлюкс-гастрите и эзофагите ужасно-дзоксихолевую кислоту на две недели? Разве начнет работать препарат так рано? Работать-то он, конечно, начнет, но значимого клинического эффекта мы, скорее всего, не увидим. Поэтому назначать его смысл имеет, но ожидать его эффект следует где-то через 2-4 недели от начала приема, когда действительно заменится основная часть пула желчных кислот, и тогда мы увидим основной эффект. А на старт-терапию мы будем использовать спазмолитики или прокинетики в зависимости от преобладающей клинической картины у пациента. Поэтому билярная боль, мы помним об этом, повышение печеночных ферментов или расширение протока, но не оба этих показателя. Если у нас присутствует два момента и повышения ферментов, и расширение протоков, тогда мы ищем органику, коллеги. Мы в любом случае ищем органику. Мы должны подтвердить отсутствие конкрементов в протоках или структурных изменений, ну и возможно изменения амилазы или паза, которые не всегда следует связывать с хроническим панкреатитом. Это может быть билярные изменения поджелудочной железы, временные, связанные с функциональным нарушением, с нарушением тонуса и моторики этой зоны. Поехали дальше. Ну и конечно, дискинезия бывает двух типов. Либо гипермоторная, либо гипомоторная. Гипер, конечно, связана с усилением сокращений, часто это яркая картина, острая боль, приступообразная, чаще кратковременная. И может усиливаться стрессом, физической нагрузкой, жирной пищей. Гипомоторная скорее такая вялая, невнятная, тупая, ноющая, и чаще постоянная. Могут быть какие-то эпизоды, ухудшения, связанные с чувством распирания, и так далее. И мы ориентируемся на ультразвук. Может быть, уплотнение стенок. Вот это скорее мы оценивать будем как холестероз, когда, видите, яркая гиперохогенная стенка, но не утолщенная. Ну, есть какой-то билярный сладж, как пишут нам здесь дектора ультразвуковой диагностики в верхних отделах в области дна желчного пузыря, но я бы поставил этот билярный сладж под вопросом, потому что, возможно, это действительно наложение метеоризма газообразования. У данной пациентки это было обосновано. В начале лечения препаратами урсодезоксихолевой кислоты на ночь назначать сразу всю дозу или начинать с меньшей. Мы можем начать сразу со всей дозы, подчеркну, если нет патологии кишечника или избыточного бактериального роста. Тогда все будет прекрасно. Если же есть либо патология кишки, либо синдром раздраженного кишечника, либо воспалительные изменения, либо полипоз, дивертикулы или избыточный бактериальный рост, тогда лучше дозировать постепенно. Ну, целесообразно, конечно, вылечить кишку, коллеги. Есть ли эффект при застое желчи от желчегонных препаратов? Если моторика желчеводящих путей не нарушена и сфинктер оди не спазмирован, тогда есть. Но чаще всего это не так. И поэтому римские критерии говорят нам, при появлении билярной боли можем назначить спазмолитики. Абсолютно спокойно, коллеги. Но по римским критериям основное лечение билярной боли это холецистоктомия. Ну, вот так. Ну, коллеги, извините, вот так. Потому что римские критерии считают, что пациенты не привержены к лечению. И у них оправдана холецистоктомия. Это не очень связано с нашим отечественным подходом, основанным на милосердию этих пациентов, когда мы стараемся сохранить органы и так далее. Но римские критерии предполагают, что мы должны все резать. А спазмолитики могут быть разные, разные дозировки. Либо неселективные спазмолитики дратавирин, либо более селективные мибиверин или гиасцин в разных дозировках. Подчеркну, что мибиверин может быть пролонгированной формы или короткодействующей, и от этого зависит режим дозирования до 4 раз или 1-2 раза в день. Ну, и гемикромон, который усиливает экскрецию жидкости и воды вместе с желчью, не обладая желчегонным действием и стабилизирует сокращение именно сфинктера Одди. Мы можем выбирать какой-то из этих вариантов, как стартовую терапию спазмолитическую, а дальше использовать либо прокинетики, либо желчегонные препараты для усиления секреции желчи. Но в случае гемикромона может быть это не имеет смысла, поскольку у него и так есть действия по улучшению секреции. А дальше при бильярной дисфункции и дисфункции сфинктера Одди напомню, холецистектомия. Слайд, который мне подарил доктор Егоров. За что ему любезно выражаю свою благодарность. Конечно, холецистектомия это, наверное, радикальный вариант, но мы стараемся наших пациентов все-таки как-то вывести на медикаментозной терапии. На Западе все больше и больше стараются резать желчные пузыри. Ну, коллеги, видите, такой подход нам рекомендуют и стандарты на сегодняшний день. Поэтому как нам относиться к самому началу всех проблем желчевыведения резать или не резать все-таки зависит от нас с вами. Давайте стараться сохранять функцию желчного пузыря, пытаться ее восстанавливать и сохранять сам желчный пузырь. Ну, а как у нас это получится зависит, конечно, от нашей диагностики, насколько мы не пропустим действительно заболевания и остановимся на функциональных нарушениях. Напомню, что координаты мои есть и на сайте. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, коллеги. Практически руководство по гастроэнтерологии вот в ближайшие дни уже должно выйти новое руководство 2017 года, в котором будут все функциональные нарушения, новый мастер-рекомендации, рекомендации по лечению жировой болезни печени, желчнокаменной болезни, аутоиммунных заболеваний печени и так далее. Ну, и следующее наше занятие будет по плану в 6 часов вечера, посвященную рефлюксному синдрому. На мой взгляд, оно достаточно интересным будет. А дальше будут боли в животе, еще более интересные занятия. Синдром цитолиза, который вас интересовал, различные варианты нарушения стула и раздраженная кишка, дифдиагноз с воспалительными заболеваниями и сложные синдромы привкус, запах, анемия, тошнота, ком в горле и так далее. Поэтому, коллеги, спасибо вам большое за внимание. До скорых встреч, присоединяйтесь к нам на интернист.ру Субтитры создавал DimaTorzok